Всем привет! Сегодня я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы задавали во всех моих социальных сетях касаемо энергопрактик, касаемо работы над собой, со своим подсознанием и сознанием. На все вопросы по возможности я старался ответить здесь кратко, быстро и по существу. Были и абсурдные вопросы, были вопросы, которые действительно повторялись по несколько раз, но тем не менее, то, что было рассказано здесь, я думаю, вам действительно поможет справиться со многими вопросами, которые у вас возникали в моменте. Еще больше энергопрактик вы найдете на моем официальном сайте владчарюваты.ком в разделе «Путь внутреннего спокойствия». Для того, чтобы работать с энергией чакры, вам нужно в первую очередь почувствовать себя, свое тело, поставить свои мысли на место, осознать, в каком пространстве вы на сегодняшний день проживаете, какие у вас эмоции, ваше самочувствие, что происходит в вашей обычной, обыденной жизни. И после того, когда вы соберете все по пазлам, начать практиковать, начать работать со своей энергетикой, со своим энергобалансом, энергетически трансформировать себя и свое пространство. Можно ли использовать энергопрактики для улучшения отношений? Конечно, да. Потому что с помощью энергопрактик вы не только можете изменить отношения, но вы можете действительно снять негатив, обычный бытовой негатив, эмоциональное напряжение. В целом, вы можете повлиять на структуру ваших взаимоотношений, изменить чувство партнера к вам, вызвать определенную эмоцию, которая будет его двигать и заставлять управлять собой, своим сознанием и думать о вас постоянно. Поэтому с помощью энергопрактик, с помощью медитации энергетических, вы можете действительно изменить свои взаимоотношения, заставить партнера по-новому вас полюбить, почувствовать новую теплоту в ваших отношениях, новую дорогу открыть в ваших взаимоотношениях и найти тот самый путь к взаимопониманию, без черной магии. Как энергия влияет на наше физическое здоровье? Ну, смотрите, в первую очередь, если на вас был ранее какой-то магический негатив, то с помощью энергии вы можете снять негативное воздействие, обнулить себя. Ну, представим, что вы резко в один момент сняли с себя одежду, ополоснулись и вытерлись чистым полотенцем. Вот так работает энергетика. То бишь, это определенная структура, определенная материя, с помощью которой вы можете с себя снять весь негатив магического воздействия и в дальнейшем чувствовать себя гораздо лучше, потому что будет, знаете, какое-то новое вдохновленное состояние. То бишь, кроме каких-то заболеваний, которые у вас действительно хронические, либо же в целом по медицинским показателям, можно энергетически ослабить их и заставить себя чувствовать гораздо лучше. Но лечение никто не отменяет. Существуют ли энергетические упражнения для улучшения сна? Да, существуют. Утвердительно вам отвечаю. Конечно, существуют. Вы знаете, я неоднократно, уже на протяжении нескольких лет так точно рассказываю об астральном видении, о том, что есть астральные практики, осознанное сновидение, можно манипулировать, влиять на свое сновидение. Но в целом, также с помощью энергопрактик можно восстановить баланс сна. Что это имеется в виду? Что я подразумеваю под этим? То, что если у вас было тревожное состояние, вы не можете уснуть, у вас есть какое-то эмоциональное перенапряжение, то с помощью медитативных энергопрактик вы можете действительно облегчить свое самочувствие. Облегчить – это не значит исцелиться, это значит облегчить. Изменить свое состояние, своей энергетике. Вы будете себя действительно чувствовать спокойней, уверенней и более вдохновленными и полной силой энергии. В чем разница между медитацией и молитвой с точки зрения энергии? На мой взгляд, это в принципе одно и то же, потому что в молитве мы также погружаемся в некое измененное состояние сознания. То же самое и в медитации. Но здесь мы поклоняемся определенному божеству, а здесь мы никому не поклоняемся. Здесь работа исключительно на своей энергии, с высшим разумом. Можно ли с помощью энергопрактик улучшить финансовое положение? В первую очередь, энергопрактика – это и есть по факту. Мы прокачиваем себя от макушки до пяток. Мы прокачиваем свою энергетику полностью. Весь тот застой, который был энергетический, который мешал как-то вам к благосостоянию, к достижению определенных целей. Вы все эти барьеры убираете. Это большая, многоразовая работа над собой и со своим сознанием. После того, когда вы начинаете отрабатывать себя энергетически, вы восстанавливаете свой баланс, вы начинаете работать над развитием энергетического потока касаемо денежной власти и влияния. Что это имеется в виду? То, что вы приманиваете к себе определенных людей определенную зависимость. Вы можете влиять на денежное благосостояние, накручивать энергетическую воронку, которая будет вам притягивать удачу, фарт, благополучие определенных людей в вашей жизни. Но это все длительная работа над собой. Работа, которую действительно вы можете провести самостоятельно. Как бороться с энергетическими вампирами в повседневной жизни? Вот этому я и учу на своих закрытых особенных практиках. Эти практики универсальны. Они подойдут абсолютно каждому из вас, потому что они безопасны, они не относятся к чернухе, вообще не относятся никакой магии. Это работа со своей энергетикой. Один из профилей того, чем я занимаюсь. Поэтому с помощью тех определенных тайных энергопрактик, которые вы будете повторять на регулярной основе, вы сможете себе действительно поставить серьезную энергетическую защиту, обезопасить себя, свою семью, в целом, в первую очередь, себя. От любых энерговампиров, от магического воздействия, в целом от людей, которые пытаются каждый день вас укусить, ужалить, забрать вашу энергетику, пытаются воздействовать на вас и ваше подсознание. Это некий энергетический барьер, который не требует никаких амулетов, не требует никаких веревочек на запястьях и всего остального. Это то, с чем вы работаете каждый день самостоятельно. И те люди, которые вам действительно вредят, пытаются напитаться вашей энергией, они будут чувствовать себя ослабленными, истощенными. А их энергия пойдет вам в облако. Какие есть практики для очищения энергии в доме? Очень хороший вопрос. Вы на самом деле мне задали. Могу вам подсказать несколько практик. Смотрите, в первую очередь, да, есть обычная магическая практика, когда мы работаем с помощью ритуальной магии. Я об этом неоднократно рассказал на своих 13 ключах. Но есть практики, которые работают энергетически. Мы входим в некий поток, в некую медитацию полноценную. Но это больше энергопрактика. Когда мы настраиваемся на пространство, которое окружает нас, и начинаем с ним прорабатывать. Раскручиваем определенную воронку с определенной установкой и начинаем вычищать все негативное, то, что скопилось в этом пространстве за последний какой-то определенный срок. Это такая многогранная работа, которая требует точечных инструментов. Может ли энергетическая практика помочь в творческом процессе? Она может вас направить. Может направить вас в новое течение ваших мыслей, как бы это странно ни звучало. Потому что после энергопрактик вы начнете искать себя, искать свой путь и проживать заново все эмоции. Знаете, это некое перерождение. Я думаю, вы об этом наслышаны. Вот энергопрактика – это полноценная трансформация вас и вашего сознания. Она может способствовать тому, что вы действительно можете найти себя в моменте медитации, в момент энергопрактики. Потому что вы начнете чувствовать в себе новый потенциал, вырабатывать новую какую-то определенную энергетику сзади себя, которая будет идти определенным грузом и способствует движению вас по карьерной лестнице, в отношениях. В целом, в поиске себя. Но представим такую банальную вещь. Вы не можете найти себя на сегодняшний день. Вы сомневаетесь, как вам правильно принять решение. Например, вы задались вопросом, нужна ли мне эта работа, стоит ли ее менять или нет. У вас все время на чаше весов висит этот вопрос. Лежит, вернее, этот вопрос. Вы не можете определиться. Вот энергопрактика, она может вам помочь прийти к какому-то единому ответу в вашей голове. Ответ, который вам будет давать ваше подсознание. И после этого вам будет легче принять решение. Возможно ли лечение физических болезней через энергопрактики? Нет, я всегда против нетрадиционных методов лечения. Поэтому касаемо лечения, по факту, да, это возможно. Но пропагандировать это я не собираюсь и не буду. Я считаю, что ваши болезни даны вам не просто так. Избавление от них должно быть разными путями. Но с помощью энергопрактик возможно ослабить какое-то заболевание. Но это не значит, что оно будет исцелено. Какие энергетические практики подходят для детей? Для детей вообще не нужны никакие энергетические практики. Только лишь вы, как родители, можете сделать для своего ребенка, если ему еще нет даже 8 лет, сами сделайте самостоятельно определенную энергопрактику на снятие негатива. Возможно, сглаза, возможно, завистливо какого-то взору на вашего ребенка. Вы можете, да, действительно самостоятельно проработать этот момент. Но отдельно вашему ребенку не стоит практиковать. Он должен сам к этому прийти уже в осознанном возрасте. Можно ли с помощью медитации справиться с прошлыми травмами? Да, действительно, с помощью медитации, а точнее с помощью энергопрактик, можно выставить определенные барьеры, блоки. Непроглядые, так сказать, в энергоинформационном поле, которые будут блокировать определенные моменты и фрагменты вашей жизни, которые влияли на ваш разум, на ваше мышление, на стрессовое состояние. Каким образом рейки работает? На физическом уровне? Начнем с того, что рейки, по факту, это, да, некая программа исцеления, распиаренная, там, сколько, 12 ступеней, либо же 13, не помню уже, как правильно. Но я не хочу это вообще пропагандировать в это лес. Я считаю, что есть определенные просто практики энергетические, воздействия, с помощью которых возможно как на плюс, так и на минус. Многие практики используют вообще в целом энергопрактику во время ритуальных работ, во время вызова нечисти, например, либо же во время работы с определенным божеством. То бишь, данно, в данном случае энергопрактика, это как способствующий определенный элемент, составляющий, но можно это использовать по отдельности. Может ли регулярная практика энергетических упражнений повысить жизненную энергию? Вот для этого мы с вами и практикуем, для этого мы с вами меняем вашу жизнь и ваше сознание, потому что с помощью энергопрактик вы можете восполнять себя, менять свой энергобаланс. Знаете, когда ты уже в такой депрессии, либо же у тебя полное бессилие, тебе уже абсолютно все безразлично, и ты ищешь какое-то новое направление в своей жизни, то в данном случае энергопрактика может заполнить эту пустоту, вывести тебя на какой-то новый уровень в твоей жизни, способствовать изменениям, улучшениям и качеству твоей жизни. Как научиться распознавать и управлять потоками энергии в теле? Для этого и существуют определенные тайные практики, которые я рассказываю в закрытых практикумах. Вы можете без проблем ознакомиться, либо же смотреть ту информацию, которую выкладываю в своих социальных сетях, и изучать, пройти этот путь вместе со мной, путь внутреннего спокойствия. Существуют ли особые энергетические упражнения для пожилых людей? Да нет такого. Слушайте, в мире энергии, в мире магии-эзотерики нет пола и нет возраста. Поэтому практики отдельно для пожилых, для каких-то особенных людей – это все глупости. Там все равны. Как энергетические практики могут помочь в профессиональном росте? Энергопрактики могут вам действительно помочь в профессиональном росте. Вы можете с помощью их найти свое преднадзначение. Вы можете понять, каких целей вы достойны, какие люди вам мешают, а кто стоит неверно в целом на вашем пути. И начать ими управлять, удалять их из своих жизней. Удалять их прямо здесь и прямо сейчас, во время своей энергопрактики, которую вы будете выполнять в закрытой трансляции. Какие энергетические техники эффективны для быстрого восстановления после утомительных дней? Здесь вы можете поработать с собой, сделать полноценную себе чистку. Что я подразумеваю по чисткой? Это энергопрактика на снятие всего негатива, который накопился на вас за последний месяц, два, три, год, полгода, либо же в целом десятилетия. Вы снимаете с себя все негативное воздействие, закрываете энергетические пробои, усиляете защиту, и после этого начинайте делать энергопрактику на привлечение энергии в вашу жизнь. Вы восполняете себя энергией пространства, возможно, подпиткой от определенных недоброжелателей, людей, которые вам как-то вредят, и в целом ваших врагов. Чем больше вам завидуют, тем больше вас это должно подпитывать. И это все вы трансформируете в определенную воронку вокруг себя и начинайте работать с собой прямо здесь и прямо сейчас. Можно ли с помощью медитации и энергетических практик достичь духовного просветления? Я больше не пропагандирую саму медитацию, вы должны это понимать. Я больше работаю в энергопрактиках. То, что связано с вашей энергетикой, с работой вашего подсознания, астральными выходами. Вот это то, в чем я специалист. Поэтому с помощью данных практик вы можете достичь определенного уровня энергетического, но не просветления. Как вам данное видео? Я думаю, оно вам понравилось. Оцените его, оцените по достоинству. Напишите свой комментарий, либо же поставьте определенную оценку. Я буду очень рад каждому, кто здесь оставит свой комментарий и поставит палец вверх. Еще больше энергопрактик вы найдете на моем официальном сайте вкладчареваты.ком в разделе «Путь внутреннего спокойствия».